Царевна Лебедь Девушки в птицу. Передать ее образ решили ученики Щелковской художественной школы. Ребята вместе с педагогами в течение недели готовили кастплей на картину Врубеля. Сегодня я буду изображать Царевну Лебедь и для меня это что-то новое, потому что как только я увидела ее, я поняла, что возможно мы чем-то с ней даже похожи, возможно характером, возможно внешностью. И для меня воплощать именно ее образ это что-то, ну, прям фантастическое. Окунуться в сказку, примерить тот образ и почувствовать себя тоже какой-то царевной. Картина очень красивая, воздушная и таинственная. Глаза притягивают внимание. Я режиссер-постановщик, а Вероника мой помощник. Мы отвечаем за передний план и задний план. Мы поправляем все некие детали. То есть эти те же крылья, это платье, это задний план. И чтобы все выглядело идеально и похоже. Мне очень нравится творчество Михаила Александровича, ведь я часто вдохновляюсь именно его работами на создание своих. Я не знаю, у меня всегда такое вдохновение приходит. Я сегодня гример. Для меня это очень важная роль на сегодняшний день. Повторить с точностью образ царевной лебеди. Ее я вижу очень загадочной, красивой девушкой. Я обратила внимание на ее загадочные темные глаза и густые брови. Я начала каждый день изучать ее макияж. С чего вообще начать? Первое внимание я обратила на самого человека. То, что вот он в такой позе, то, что в таком одеянии с кокошником. И помню один самый запоминающийся момент в этом всем деле, когда мы пытались прикрепить кокошник, потому что там все было довольно сложно с этим кокошником. Потому что это все нужно закрепить, к волосам прикрепить. У модели не длинные волосы, но надо, чтобы было похоже. И вот с этим вот моментом прям намучились, так сказать. Ткань, просто обычная ткань, бумага. Кокошник сделан из бумаги. Вот. Приносили какие-то платки, какие-то подстилки. Ну, все, что было похоже, приносили. Материалы мы использовали в основном. Это атлас. За счет того, что он блестит и похожий на фон. То есть эти блики будут делать, ну, они будут создавать вид, что это волны на заднем плане. И мы использовали в основном это шторы, ткань для штор, потому что она легкая, она похожа на ткань, из которой изготовлено платье. Потому что, ну, она полупрозрачная и тело будет женское видно. Так как у нас большой фонд методический, была возможность выбрать из чего, какие постановки поставить, какие костюмы взять и все остальные детали к костюму. И вот эта игра у нас, как раз она здесь продлилась. Они вот этот вот учебный процесс совместили с игрой. И этот опыт ведь останется в их воспоминаниях на всю жизнь. Они будут всю жизнь помнить, как они оживляли картину, например, вот как сегодня вот царевна лебедя в рубеже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова